Большую культурную программу подготовили к Дню Народного Единства Таганрогские музеи. Участниками различных праздничных мероприятий стали взрослые дети. Таганрогский музей-заповедник 4 ноября пригласил в гости школьников. Для них была подготовлена литературно-музыкальная программа «Духом боевым едины». Она рассказала ребятам об участии творческой интеллигенции – поэтов, композиторов, артистов в Великой Отечественной войне. В нашей стране всегда было много талантливых, ярких людей. И особенно уважали в нашей стране тех, кто может стать подвижником и даже отдать свою жизнь за других. Это врачи, спасатели, воины. И сегодня как никогда актуально будет вспомнить именно о тех, кто на фронтах Великой Отечественной войны помогал приблизить общую победу. Это не только те, кто сражались непосредственно с оружием в руках, но это и творческие люди, которые вносили серьезный вклад в приближение этой победы. С большим интересом ребята из 28 лицея слушали рассказ сотрудников музея о героическом прошлом нашей страны. Они познакомились с интересными фактами из жизни поэтов-фронтовиков, смогли увидеть записи интервью и чтение авторских произведений Ольги Бергольц и Юлии Друниной. Услышали песни в исполнении Клавдии Шульженко. Поэты Алексей Сурков, Эстрадная исполнительница Клавдия Шульженко принимали участие в выступлениях для бойцов. И сегодня мы очень хотим напомнить уже молодому поколению, современным школьникам об этих людях, которые, безусловно, заслуживают уважения. Песни военных лет прозвучали и в исполнении Тагарокского барда Ивана Рязанова. А если непростой тает таганок, эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать об огнях пожарища, о друзьям товарища. И не будь когда-нибудь мы будем говорить. Внимание школьников была представлена небольшая, но очень интересная тематическая выставка музейных экспонатов из фондов Тагарокского музея-заповедника. Издание стихов военных лет, музыкальных пластинок, редких фотографий времен Великой Отечественной войны. Спасибо. Спасибо.